Всем привет-привет! Купили вот такой сыр, ну или не сыр, ну короче, что-то молочное под названием рикотта, и там вот такой чел нарисован, такой страшный, вот, с открытым ртом, он вообще не вызывает аппетита. Так, ладно, смотрим. Что это вообще такое? Сделан из молочной сыворотки, сливок и соли. Похоже на... короче, я не знал, что это такое. Я никогда не ел ризольт, честно говоря. Но вот здесь на картинке она нарисована с этими ягодками, значит, она должна быть сладкой. Сейчас. Сделан в Брянской области. Сыр мягкий и рикотта. И с клубничкой нарисован. С клубничкой и мятой, что ли? Какой-то чёрт странный на картинке. Я не могу на это смотреть. Ой, так слабо. Ладно, баночка такая себе довольно-таки забавная, из-за того, что сверху такая большая, кажется, как будто большая банка, а на самом деле она вот таким вот треугольником и как бы становится из-за этого маленькая. Ну, здесь такой чисто обман потребителя. Потом, ну, здесь не большой кантик, но он тоже есть. Вот видите, то есть, когда она стоит, она кажется чуть-чуть повыше, а из-за этого кантика она становится выше, то есть, товара там меньше. Ну, нужно тоже смотреть на банки, когда вы покупаете. Ну, а больше всего меня удивляет вот этой. Вот. Я бы на повести производителя и, конечно, убрал это лицо. Я не знаю. Вот, сделано вот так. Так, ладно. Зай открытый такой, ну, прям под ваш ум, как я понимаю, чтобы хранилось дольше. Открывается она довольно-таки легко, тоже плюс. Обычно бывает некоторые, что вообще нет. То есть, ну, и смотрите, значит, что это из себя представляет. Такой творог, что ли, со сметаной перемешанный. По запаху не пахнет ничем. Вообще ничем не пахнет. Ну, ладно, попробуем, что это такое. Из чем это едят. О, воню, муста. По вкусу есть, да. Небольшой привкус сливок. Да. Ну, это как творожок такой, только со сливками. Так, к клубнике я подошел. Ммм, вообще не саленый. И вкусный. В суши бы подошел. Куда еще? Ну, да, в суши, либо... Ну, либо просто так ложка есть, как сметану. Ну, что скажу, для меня такая еда непривычная. Ну, а в реальности она похожа на творог. Как будто бы творог, только такой, творог жидкий. Ммм. Ну, что по баллам. По баллам я не знаю, какую оценивать вообще. Потому что это первое вот это... Ну, хотя написано это сыр. Если это сыр, то по баллам это 2 балла. Мне кажется, если это не сыр, если это творог, то по баллам чуть побольше. А если это отдельное блюдо, то меня сложно оценивать. Но я не скажу, что это сыр, потому что это не сыр. Ммм, вот. И едят его с клубникой. Ну, не знаю. Нет. Нет, 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 нет. Это не мое. Я не привык к такому. Поэтому я оцениваю вот... Как не привык, это 2 балла, не больше. Я не знаю, почему. Я ожидал больше. Я ожидал, что это будет вкусно. А это безвкусно. Если бы это даже был просто творожок, мне этого понравилось на моем большем. Единственное, куда это можно использовать, это только в роллы. В роллы бы оно подошло. А так... Ну, так, конечно, сомнительное удовольствие, да. Да, да. Если вы посмотрите на это лицо еще раз и подумайте, стоит ли вам действительно это покупать и кушать. Вот. Короче, 2 балла. Не берите, вообще не советую. Ну, я как понимал, что это и итальянская еда. Ну, Италия же обычно славится макаронами, пиццей. Ну, да, макароны и пицца. Ну, в принципе, самое вкусное. Но пиццу я не люблю, а макароны люблю. Но остальные блюда в Италии вообще не очень. У них только самая диага. Это макароны и пицца. Все остальное. Ну, это там... Можно на Кавказ ехать, там шашлык и всякая ткань шутка. Поэтому, короче, двоечка к покупке не рекомендую. Спасибо тебе за просмотр. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok